Человек предполагает, а Бог располагает. Эта поговорка всегда работает безотказно. Многие герои видео, которые мы сейчас вам покажем, оказались в ситуациях, когда все явно пошло не по плану. Что из этого вышло, смотрите далее. Хороший плиточник на вес золота. Особенно, когда дружит с сантехникой. Название этой баржи символично и переводится как «Жизнь». И как всегда она преподносит нам самые неожиданные сюрпризы. Ты так долго ждал свою черную тачку, но, судя по всему, придется ездить на ярко-красной. День у хозяина этого Мерседеса не задался с самого начала. Да и у водителя эвакуатора тоже проблем прибавилось. Вечером за ужином прораб говорил, что вариант рабочий на сто процентов. Но что-то явно пошло не по плану. Да, все-таки иногда лучше припарковаться где-то на улице. А то ну их, эти современные технологии. Это могла быть самая изысканная чайная церемония, но законы физики внесли свои коррективы. Делая дорогой ремонт у себя в квартире, убедитесь в исправности сантехники у соседей сверху. Уважаемый, идите себе куда шли. Судя по всему, вместо вечеринки в открытом море придется провести не один день в доке по ремонту яхт. Иногда лучше просто есть, чем заниматься ипотажем в соцсетях. Видеоохоты за цыпленком точно получится ярким, если телефон удастся включить. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Хорошо, что эта девушка решила проверить, куда ныряет. Ветки закрывали солнечный свет. Теперь на солнце можно будет смотреть прямо через крышу. Такое ЧП в пивном цеху – это скорее не происшествие, а праздник. Эта съемка элитного алкоголя точно влетит в копеечку обоим. Это ж какой изобретательный ум нужно иметь, чтобы сделать подарок таким нестандартным способом. И к тому же так облажаться. Если одного соуса для вашего телефона мало, попробуйте другой. В большой семье, ну, дальше вы знаете. С таким прибором голодным уж точно не останешься. Иногда для того, чтобы что-то заработало, нужно провести нестандартные манипуляции. Смотря это видео, возникают два вопроса. Как и зачем? Ну, нельзя насмехаться над более слабым соперником. Потому что карма всегда действует молниеносно. Отсутствие воспитания – это твоя личная проблема. Но когда она касается окружающих, будь готов отвечать за свои поступки. Трезвый строитель – понятие относительное. Особенно, когда нужно что-то куда-то отнести. Я не знаю, как вы, но я просто обожаю такие видео. Как-то странно получается, что на утро после уборки некоторые ноутбуки перестают включаться. Изначально планировалось лишь сделать новый камин. Но, судя по всему, придется выложиться и в новый потолок. Пожалуйста, только не показывайте это видео Илону Маску. Рождество с новой прической? Берегите свои волосы. Они вам могут еще пригодиться. Пожалуй, один из лучших способов научить людей парковаться в положенном месте. Ну, красиво же, правда? Как вы думаете, откуда у диких племен современные телефоны? Все падает буквально с неба. Здравствуйте, а можно от дизайнера к телефону? Извините, он занят. Его сейчас бьют. Не самый приятный, но, пожалуй, самый оригинальный способ завязать новое знакомство. Как вы думаете, у него есть шансы? Пожарный всегда должен быть в форме. А способов для этого хоть отбавляй. Перфекционизм и нездоровая тяга к чистоте иногда принимают причудливые и извращенные формы. Ну, кто ж так с рыбой-то, а? Обожаю такие уроки справедливости. Посетители давно жаловались, что в этом торговом центре нет водопада. И вот, наконец-то. Первый рабочий день явно пошел не по плану. Ура! В новый дом с новой стиральной машиной. Упс! Да, настирались. Тут я и думаю, почему на рынках клубника такая дорогая. И как тут поступить? Собирать или сразу на варенье? Не торопись, а то успеешь. Вышел из строя кондиционер. Решение найдено. Либо водитель бордового седана припарковался как попало, либо водителю автобуса нужно прибыть на станцию вовремя. Первый раз на горнолыжном курорте? Не отчаивайтесь, сразу ни у кого не получается. Тот случай, когда друзья порекомендовали недорогую бригаду строителей. А я тебе говорил, он часто отлучается. Ешь, пока не вернулся. Самый долгожданный момент после многочасовой сборки. Но что-то пошло не по плану. Еще один действенный способ отучить водителей парковаться в неположенных местах. Когда ситуация выходит из-под контроля на дороге, многое решает удача и миллиметры. Именно удача стала причиной того, что в этой аварии обошлось без жертв. Как же уже надоели те ремонтные работы. Из-за них постоянные пробки. Придется намекнуть им, что пора закругляться. Прицеп просто незаменимая в хозяйстве вещь. Особенно, когда хватает ума правильно с ним обращаться. Капремонт двигателя будем делать? Нет? А придется. А в этом случае уже, видимо, и капремонт не спасет. Прощай, железный друг. Это ж насколько нужно было быть увлеченным работой, чтобы лестница стала частью дизайна. Шеф, я задержусь ненадолго. На камушек наехал случайно. Чисто не там, где метут, а там, где не мусорят. И в горячую избу войти. И коня на скаку остановить. Никто ж не против. Да, иногда все-таки без помощи мужчины не обойтись. Ну и, конечно же, соблюдай технику безопасности. Когда погода не позволяет, а на работу все-таки нужно идти, в дело вступают стулоходы. Ну сколько можно повторять? Рюкзак вам для чего? Ну почему так сложно свой телефон сложить туда? Капитан, не волнуйтесь. Пройдем в притирку. Ну, максимум несколько царапин. Интересно, а если бы она спешила на свою свадьбу? Спасибо тебе, добрый волшебник. Перерыв на уборку. Встречаемся через 10 минут. Дед, ну вот скажи мне, тебе сильно мешала эта береза? Клиентоориентированность – главный девиз нашей компании. Все для вашего удобства и комфорта. ДИЖЕЙМОНФОН Продолжение следует...